Всем привет, с вами Сэр Троглодит и сегодня мы играем в Kings Bounty 1990 года в Air Limited Edition. Будет эта серия вторая, если не смотрели первую, лучше ее. Наверное, будет эта серия и может быть еще одна, вряд ли больше. Играем мы за Троглодиту Варфоломеевну, вот она справа, рыжие волосы, зеленые глаза, диадема, интересное боевое платье и вот разбрасывает конфетти. Ну, конечно, не конфетти, это магия, ведь Троглодита это маг. Надо вспомнить, что у нас тут происходит, буковка В, вот она, махиня, лидерство небольшое, пара артефактов, пара карт, денежек много платят, хорошо, армия, ну армия да армия, ищем мы сэром Марадона Жестокого. Вот такой вот он товарищ и живет он на Форестри, то значит нам туда и дорога. Но сначала, конечно, поговорим с королем. Король говорит нам, Троглодитушка моя, еще шесть замков каких-то и я тебе помогу. Ну, шесть злодеев, конечно. То есть, по-моему, если не ошибаюсь, на первой карте было шесть злодеев, он просит еще шесть, при этом то, что сила у злодеев экспоненциально растет. Но с королем не поторгуешься, поэтому вот начинаем нанимать войска. А, нам выдали рыцарей, между прочим, это вам не шутки. То есть, король, видите, за то, что мы ему злодеев ловим, он нам дает право купить у себя рыцарей. Король-бизнесмен. Но рыцаря мы все равно покупаем, у них SL, я, кстати, прочитал, вспомнил, что это, это Strength Level. Он пять, то есть, уровень силы. Соответственно, урон, он еще приумножается, если существо с более высоким уровнем бьет по более низкому. И уменьшается, если наоборот. Перед тем, как отправиться на чудесный конец Форестрию, нам, конечно, надо поплавать здесь и пособирать заклинания. Ну, не то, чтобы мы все хотим исследовать, скорее нет, мы просто не успеем, там, 200 дней, все дела. Тем более, что 80 мы уже потратили, ой, 60. Но заклинания пособирать, наверное, надо. Сейчас у нас есть заклинания, остановись, время, останови часы. Кто-то скажет, ой, как здорово, прорыв физики, релятивистская, там, это, доктрина Эйнштейна. Кто-то скажет, классно, можно армии не платить, ха-ха-ха. Так, мечта капиталиста. Здесь нам в городке продают Castle Gate, то есть, попросту городской портал. И рядышком это с замком Ритакон, надо это запомнить, записать. Будем прыгать в этот замок, когда захотим вернуться на наш родной континент. Так, здесь, ой, еще городок. У нас Instant Army. Она же внезапная, нет, подождите, мгновенная армия. Давайте ее колдуем, потому что я предполагаю, что никого, кроме эльфов, у нас не может призваться, потому что только у них лидерство меньше, чем наше максимальное. Давайте попробуем. Ага, то есть, эльфы походили по соседним там лесам и позвали все друзей. Было 13, стало 24. Давайте еще разочек. Отлично, 35. И еще разочек. И тут они внезапно выходят из-под контроля. То есть, лидерство у нас 410, эльфов, у них единичек жизни 460. И все. Они вне контроля. То есть, походить с нами запросто. Там золото, бары, все дела. Но как только начнется война, они скажут, что вот мы не эльфийских кровей. И воевать они с нами не захотят. Ужас какой. Ну ладно, надеюсь, лидерство вырастет до момента, когда будет у нас война. Хорошо бы не забыть. Так, прикупил я себе молнию. Она не такая сильная, как в героях. Но тоже достаточно хорошая. Огненный шар тот самый сильный, по-моему, заклинание атакующее. Ну или уничтожить нежить. Так, тут покупаем еще немножко таймстопов. Замечательная вещь. То есть, прямо время-деньги. То есть, тратим деньги на заклинание и экономим время. О, Тернандет. Отличные заклинания. Куплю себе вот прямо пачку. Почему? Потому что, если бы мы воевать с мертвыми, оно очень сильно нам пригодится. Лупит, дай то бог. Так, давайте поплаваем. Знаете, куда я решил? Вот еще на левый уголочек сплаваем. Вдруг там чего-то есть. Так, тут еще таймстоп. Тут нам король жалует денежек за то, что мы нашли для него ресурсов. Так, фриз. Отличное заклинание. Тык, тык, тык. Так, давайте посмотрим, нет ли там замка. Да, я не ошибся, здесь есть замок. Замечательно. Но идти атаковать мы не можем. У нас эльфы вне контроля. Ха-ха-ха. Но у нас есть заклинание. Ж, самое последнее. Рейс контрол. Оно немножко поднимает лидерство. И ребята понимают, что с нами все в порядке. В общем, забалтываем их магией. Ну, давайте попробуем. Все, эльфы в контроле. Потому что у нас, ого, то есть нам добавилось тысяча лидерства от магии. Черт, нам запомнят заклинание хорошее. Так, давайте разобьем замок. А ну, тут, конечно, никого нет. Да и кто тут может быть? Давайте тролли. Прям все вперед. Ничего не боимся. Ничего интересного не должно быть. Зомби наступают. Вряд ли. Ну, надо пикеменов, конечно, отберечь. Хотя бы, чтобы одного не убили. И уже плыть спокойно на форестрию. Бабах. Убили зомби. Что-то не знаю, наверное. Не хочу я. Боюсь. Боюсь. Стреляем. Ого, всех четверых. Две тысячи. Нормально. Так, оставить, наверное, некого. Давайте оставим эльфов. Сейчас кого-нибудь быстренько прикупим. Вы кто? О, отлично. Скелетики к нам присоединились. Давайте мы их оставим. А эльфов заберем к себе обратно. Потому что у эльфов в тренгс левел уровень силы 3. И они бьют гораздо сильнее лучников. Хотя и урон формально показывается примерно такой же. Так, мы потратили заклинание фриз. Поэтому, ой, не фриз, а тайм-стоп. Клонирование я не захотел взять. Там было клон. И здесь берем фриз. Будем всех замораживать. Ну что ж. Карту прошли. Армия есть. Предлагаю прыгать на форестрию. Буквка Н. И меняем наше местоположение. Так, баланс я не посмотрел. Но вроде деньги прибавляются. Это хорошо. Здесь у нас клонирование дают. Ого. И значит, вся карта у нас будет в этих в тарзанах. Мужественных мужичках. Ну, помните, в начале игры-то глади-то, да, она льнула к такому варвару. Ах. А здесь, видимо, вся карта таких. Это хорошо. Воевать мы не можем, потому что у нас эльфы. И они выйдут из-под контроля и сразу жахнут по рыцарям. Вряд ли рыцарям будет хоть что-то. Да. Но эльфам с отмашки-то, конечно, прилетит. Так. Я ищу сундучки, чтобы повысить наше лидерство. Лидерство наше 450. Еще один сундучок. И ура-ура. Лидерство у нас стало больше для этих товарищей эльфов. Отлично. Можно кого-нибудь порвать. Давайте. Будем вас рвать. Волков. Армия-то у нас, кстати, неплохая. Несмотря на то, что магичка. Так. Ждем. Спокойно отстреливаем. Расслабляемся. Так. Так. Кавалерия, подожди. Ага. Ну, рыцари. Давайте. Сделайте вид, что вы рветесь. Рыцари одни из самых сильных существ вообще в игре. Ну, может быть, после пампиров, демонов, драконов, гигантов. Ну, и прочих, которых как бы не достанешь. Ну, зато рыцари условно бесконечность. И они очень хорошие. Только медленно и сильно, конечно. Так. Кавалерия, давай все выскакивай из-за спины и заканчивай. 2000 золота. Классно. Нам на той карте, нам только за замки давали столько денежек. Так, скелетов. Эх, пропустили. Так-то тоже бы в каком-нибудь замке их поселить и сидели бы. Ну, и так сильно ни на кого не нападаем. Потому что, наверное, неинтересно. А вот ищем золотые сундучки. Некоторые повышают нам магию. Это хорошо. Ну, и замки ищем. Замки. И карту еще неплохо бы найти следующего континента. Так. О, ну, этих я люблю, товарищи. Этих можно. Лучники как-то странно стреляют. То стреляют, то нет. Непонятно. Так. Натягиваем тетиву. Вон, блин, пока там лучники убили одного призрака. Ну, конечно, они будут говорить, что там это призраки. Сквозь них там стрелы проходят. Но эльфы дело свое знают гораздо лучше. Да. Чуть совсем как-то это. Давайте. Закончи их. Так. Выдвигаемся совершенно просто так. Гномики. Угу. Ну, тоже, наверное, маленько денежек подсобировать. Потому что, ну, мы все деньги, которые находим в сундучках, мы их тратим на богоугодные дела. Так. О, мы внезапно попали к сэру Марадоне жестокому. Ну, я предлагаю вперед. Заклинаний у нас много. Все хорошо. Армия у него, я бы сказал, послабее. Рыцарей больше. Всех остальных не особо. Ну, даже не знаю, что сделать. Давайте приморозим, наверное, рыцарей. Сами будем стрелять по лучникам. И ждать, ждать, пока к нам сами кто-нибудь придет. Вот этих выдвинем вперед. Эльфы перепрыгивают, стреляют. Вот так. Ага. Милиция, она уже ополчение решила похитрить. Похитрить. Ну, ладно. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Так, кавалеры. Давайте, нападайте. Угу. Никого, конечно. Это правильно. Вот. А, рыцари заморожены. Это хорошо. Давайте жахнем по кавалерии. Потому что я боюсь. Ого. Целых пять. Потому что я боюсь, что они нам рыцаря убьют. Вот это было бы неправильно. Нехорошо. Так, давайте подождем немножко. Рыцари смахивают кавалерию. Все-таки теряют одного. Жаль. Убиваем милицию. Бьем по милиции. И добиваем. Отлично. Так, лучника потеряли. Не страшно. Так, пикейщики на пикейщиков. Ну, четыре на восемь. Все правильно. Пропорционально. Так, и рыцари. Да, они вступают к нам в кружок смерти. Сейчас будем думать, кем снимать отмашечку. И, наверное, пикеменами, да. Или давайте, может быть, сначала кинем молнию. Штучки две рыцаря. Да, еще двух убьем. Ух. Тяжела, тяжела отмашка рыцарская. Ничего не скажешь. Давайте. А вы этих. Угу. Отлично. Так, что у нас дальше? Удар. Отмашка. Может, еще молнию тоже не пожалеть. Молния-то 500 рублей стоит. А этих пикеменов потом останавливать очень долго. Ну, и далеко они. Далеко. Рыцари вообще, конечно, удивляют. Не умирают абсолютно. Давай уже. Доканчивайте. Нет? Ага. Ударили, убили. Хорошо. Угу. Выстрел. Добьем этих. Подождем. Подождем. Давай эти эльфы. Отлично. Эльфы молодцы. Эльфы спасают. 20 тысяч у нас за войну. 12 тысяч за контракт. Неплохо, неплохо. Рожились. Ну, оставляем, наверное, пикельщиков. Ну, потому что, почему бы нет? Жизнь наша теперь бесконтрактная. Нужно доплыть до какого-нибудь городишки. Вот. О, кстати, тут фриз продается. Это хорошо. И давайте наймем. Угу. Следующий у нас баргаж. Ух ты какой. Интересный. Прозвище у него старый глаз. Староглазик. Ну, в характеристике эти, в ориентировке пишут очень простое, что у него большой глаз, да, прямо в середине лба. Он больше 10 этих фитов. Это сколько там? 5-метровый, короче, гигант. Единственное, волосы у него в бороде. Поэтому точно не пропустишь. Вот, пойдем на гиганта. Видите, пора. Ну, и вменяемое ему преступление. Тоже ни разу не удалось там поговорить, выяснить, правда ли нам говорит король. Но там, помните, начиная с Мюрея Мизера, который там по чуть-чуть там приворовывал, кого-то освобождал. Здесь, как бы, вот уже серьезное, серьезное преступление. Вот он ввел прямо наступление против короля. Ну, ладно, ладно, проверим, посмотрим. Продолжаем изучать Форестрию. Здесь должно быть множество сундучков. Продолжаем их, как бы, раздавать крестьянам. Популярность, скажем, лайки, чтобы нам накручивали. Вот, в то время как у самой, у бедняжки уже второй континент оплате все тоже. Очень жалко, но чего делать? Давайте кого-нибудь периодически убивать. Ну, просто так, чтобы не было скучно только собирательством заниматься. Вот, и тут у нас кавалерия. У нас кавалерия и у них. Ну, у них-то какая-то дикие дивизии. Вот, а у нас Чапаев. Все дела, обученные товарищи, серьезные. Так, давайте выдвинем рыцарей и еще постреляем. Потому что, теоретически, кавалера одного они могут убить у меня. А вот рыцаря, скорее всего, нет. Забавно, что у рыцаря больше жизни, чем у кавалерия. У кавалера, да? Потому что, ну, все-таки кавалерия это же и человек, еще и лошадь. Вот, но вот, не знаю, может быть, в рыцаре берут исключительно каких-то гигантов, которые, ух, больше, чем человек и конь. Так, отлично. Ищем минералы для нашего дорогого царя, королевича. И он нам будет за них платить денюжку. Это хорошо. Так, также стараемся сильно не залазить, несмотря на таймстоп. О, это буковка М. Надо запомнить, тут дают огненные шары. Стоят они полторы тысячи в три раза дороже, чем молния, лайтинг. Да. Та-та-та-та-та-та-та-та. И это очень замечательно. Значит, будут бить они в три раза сильнее. О, мы нашли огры. Злых огры. Хотим ли мы их купить? Не знаю. Молодой человек, вы не знаете про огров? Нет, не знает. Не знает про огров. О, еще одно заклинание мгновенной армии. Что у нас с лидерством? Уже 600. В принципе, можно было бы и вызвать Давайте пробуем кого-нибудь вызвать Та-дам! И опять эльфы И отлично, 57 И они как раз у нас В лидерство наше впадают Вот, такие будут у нас волшебные существа Ну, в принципе, это ж нормально, это ж эльфы Это ж не какие-то снус-мумрики, да? Они должны появляться с помощью Колдовства Будете рассказывать своим детям, откуда появляются эльфы? Вот, пожалуйста Я соврать не дам О, еще один замечательный заклинание Буковка Ю Так, я запишу сейчас, подождите М это фаербол Ю это телепорт Да, все, замечательно Волки, огры, тролли Давайте, застоялись, мне кажется, мы В чем мы застоялись? Не знаю Во времени Будем сейчас бить Волков уничтожаем первыми, потому что они ходят аж на 3 Ну, а эти добрые, милые толстячки Они будут ходить еще долго-долго-долго И в них успеет заткнуться не одна дюжина стрел Да, они очень жиженые Но Как бы ходят уж совсем медленно Огры, они, короче, как рыцари То есть тоже рослые, могучие С палецами Ну, у рыцарей, понятно, там, апгрейд Там, кисть им, все дела Но При этом они голенькие Да, то есть где у рыцаря Там 3 сантиметра стали Вот Практически как у танка У этих приблудных мужичков К сожалению Ничего нет Вот, поэтому Бьем как по-живому Вот И стреляем, в принципе, тоже 3900, блин, надо чаще биться Так, а вы кто? Гномы хотят к нам присоединиться Ну, давайте возьмем На всякий случай Если что, потом от них Можно будет избавиться Так Ну, давайте этих тоже Подбудубьем Гномы абсолютно бесполезные Существа, на мой вкус Единственное, что в них есть Хорошего и доброго Это то, что Их можно оставлять в замке Когда замок захвачен Ну, практически крестьяне Только вот Видимо, какие-то зажиточные То есть В каких-то таких красных робах Не знаю Но видно, что жизнь удалась Может быть, какие-то купцы Но в части военной мощи Это просто даже не смешно Вот Ну, сами видели Как бы лучники Там сделали два залпа И все, ничего, собственно Не осталось Вот Так, давайте добивать И уже Дворфы подходят к нам Так, давайте не будем Пока сильно Так Дворфы хорошо Умирают Эльфы находят у них в броне Места Куда можно стрельнуть И бьют Так Давайте Стрельнем сюда Этих совсем не боимся Прям вообще никакие Гномы, давайте Покажите свою силу Нет, эльфы не дали показать Отлично Так Так Кто же здесь у нас живет Здесь у нас живет Various groups of monsters Я предлагаю проверить О, ну, четки Это совсем уж Слабенькие товарищи Вот Ну, давайте их тоже Подубьем Если я не ошибаюсь, то от того, что мы захватываем замки, нам очень хорошо Чем? Тем, что золото каждый день капает больше и больше Я не знаю, то ли через короля там схема транспортного ценообразования То ли через, ну напрямую нам платят дань, ну я короче не знаю Но вот факт есть, что с каждой недели нам будет получить больше денег Некоторые скажут, какие недели, какие больше денег, ты все время в таймстопе сидишь И они будут в принципе правы, и как бы я надеюсь, что из этого таймстопа я и не выйду Ну и исключением перемещения может быть между картами Хотя, кто знает, кто знает Рыцари ждут, не рыцарское это дело снимать отмашки Гномики, давайте, покажите свою мощь, ну вон целого одного Неплохо, ну кстати рыцари только двух, нормально Так, ну гномики-то как, бьют, даже оставлять жалко Так, три с половиной тысячи получили Гномов оставили, вон сто рублей выдали На пирожок, шоколадку и новую покраску робы И все Продолжаем скакать Смотреть, чего тут нам дают Ну самое главное, конечно, наскакать большое количество Денюжек, в смысле лидерства И потом уже с хорошим лидерством набрать кучу армии И всех, короче, победить Вот такая, вот такой хитрый бизнес-план И под это, собственно, нас король и подписал Ну практически как Колумба в свое время Ну вот Волки, это неинтересно Дайте кого-нибудь посерьезнее-то Ну Так, у нас, кстати, кончается тайм-стоп И нам, возможно, придется слетать куда-нибудь Куда-нибудь В наше родное государство Так, здесь кто живет? Здесь живут кочевники В принципе, почему бы нет? Почему бы нет? Может быть, потом еще и возьму Так, тут кто у нас? Давайте Бабах! Вот Вот что значит трейнгс-левел Да, то есть лучники практически не могут побить по эльфам В то время как эльфы по эльфам лупят очень неплохо Так Бабам Нет, одного лучника мы терять Ну что такое? Не будем У кавалерии замечательная особенность Она может закрыть любого лучника Практически любого Из любой позиции Вот она его закрывает Другое дело, что иногда лучник этой кавалерии Потом начинает раздавать Но Это уже, конечно, мелочи Так Победили Гномов давайте дострелим Подождем Отойдем Выстрелим Отлично Хорошо Ну давайте Лучники бьют гномов Мы подождем Мы пододвинемся А эльфы бьют творфов Ух, хороши Так 3200 трамп Замечательно О, что же это такое? Это какой-то щит Давайте сейчас пробуем посмотреть, что у нас изменится Лидершип Коммишн Спеллпауэр Максов спеллс Так Что изменилось? Тут ничего не изменилось Ну, наверное Щит Это круто Вот, я так думаю Так Давайте этих тоже Прижучим И там уже какой-то замок виднеется Сейчас посмотрим Не нашли это Баргаш Баргашович Вот Одноглазый Гигантский Интересно Сам он выйдет к нам Посражаться Все-таки Не зря он Гигант Цвет, конечно, у него Такой немножко спорный Я бы сказал Вот Ну, розовый Какой-то гигант Может быть Может быть Он не такой Как все Может быть Он ушел В дальнюю скиту Скрылся Скажем так От наших глаз А мы все равно К нему пришли И по повелению Короля его убили Блин Чувствую себя Не очень Вот Ну, все диснеевские Мультики Приучили Еще В детстве Понимать Что если ты не такой Как все То это очень хорошо Вот В взрослой жизни Конечно По-другому Все происходит По-другому Но Да Послевкусие осталось Давай, кавалерия Заходи в тыл И давай Наноси сокрушительный удар Отлично Так Недалеко О, тут Бринс Боро Пайн Ага Ну, на тебя У нас контракта Нету Но, наверное Это не проблема Сейчас Тогда Подумаем Давайте быстренько К нему вернемся Замок Джан Вот Такий Жан Какое-то казахское Название Мне кажется Давайте На нем Наймем Конников Вот Зачем наших Использовать Когда чужие Есть Да Кстати Селька у них Три То есть Как у эльфов Чуть похуже Кавалеров Но Тоже ничего Скачем мы До ближайшего До ближайшей Заправочки Так Вот наша Лодочка Припаркованная Возьмем еще Телепорт И давайте Принца Ага Принц стоит Кстати Дешевле баргаша 14000 Замок Джан А что про него пишут Ну эльф Он есть эльф Да То есть как бы Ушки остренькие Такое Острые черты И лица Тоже Синие глаза Без пикселя В центре Да Без зрачка Вот и Такая волшебная Монетка Ну попробуем Ее добыть Ну и в общем Да Здесь он Такой Крутой Артефакты Крал Против короля Плохо себя Вел Вот Все дела Так Извините что я натыкаюсь Сейчас Так Прибежали Отлично Принц Бару Пайн Бару Пайн Ну Пайн Это точно Шишка Бару я не помню Вот Ну в общем Какой-то Шишка принц Ух ты Какие товарищи Это В общем Да Салмиров мы помним Им нельзя дать стрелять То есть один выстрел Все Любой наш отряд Он просто уничтожен Друиды Примерно те же Архмаги Вон они Слева вверху Ну этих на самом Ну остальных Как бы я не сильно боюсь Давайте жахнем Благо есть чем Давайте фаербол запустим Вот в мошек 250 Ха-ха Неплохо Неплохо По кому стрелять Давайте мошку тоже добьем Кавалерия Не ну я не знаю Надо подставляться Пока не совсем понятно куда Но подставляться надо Так Давайте жахнем Ну и Как бы Кочевники Дорогие мои бананчики Я думаю вы Догадались Что Вы будете у нас Основной ударной силой Вот Вблизи Слава богу Салмиры бьют Не так сильно То есть всего там Трех кочевников Ну а уж если Лупанут Сыздали То Ух Мало не покажется Так Бедных кочевников Продолжают убивать А мы спокойно Стреляем Под руидом Так Угу Рыцари Ну как то стыдно Если честно Вам бить мошек Пусть сами как они умрут Как это Само собой Это произойдет Вот А мы все Наваливаем эльфом Просто так Почему бы нет Действительно Друиды своей палочкой По башке Ударили кавалерию Не очень приятно Так Мошки меня бесят Я их короче убью Все Замечательно Теперь надо Сделать тактику Навались Семера на одного Ага Давайте Навалимся Наверное На Архмагов Почему бы нет Кавалерия Это делает Удар Снимает Отмашечку Ну и остальная Нормальная Уже кавалерия Такая Элитная Наносит Непосредственные удары Отлично Так 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 Отмашечку Вот А ну Может быть не проговорил Такую деталь Очень важную Что если у вас нет Контракта То злодея Мы поймаем Это хорошо Но за него Не дадут Дополнительных денег Вот Такой вот здесь есть Небольшой Нюанс Так Давайте Бей Ну то есть Деньги за Победу Непосредственно Двойсками Дадут Ну там В этих В погребах Там за кормах Принца Наверняка Скрываются И золотишко И демонез И все такое Вот Но за контракт Денюшек не дадут А там обычно Существенная сумма Ну как там 12 тысяч По-моему Сейчас А не контракт Сейчас стоит 14 тысяч И это существенно Продолжаем бить Тоже крепкие ребят На самом деле Ну вот Мы в кружок уже Который ход Бьем и бьем А Ну эффект есть Но наши конники Как-то быстрее Уничтожаются Но это не страшно Потому что Конников этих Мы здесь их оставим Вот Выделим им на дел Пусть нам собственно Присылают только Какие-то Дары богатые И дань Раз в неделю Интересно Как у них Тоже там Происходит Пересылка Денежных средств По-моему Задавался уже этим вопросом Да Банковская система Наверное не была Так развита Ну а голубями Если запускать То Не знаю Голубь может Перехватить Да Или коршун Или еще кто Ну и вообще Как-то Не дойдет Поэтому наверное Высылаются Авансами То есть Типа король Король нам Выслал аванс Еще знаете Там Несколько Дней назад И вот Гонец уже Скачет С нашим Жалованием А жалование Еще как бы Ну не наступило Наверное только Так можно Ну или По средневековым Обычаям Да То есть там Иди вперед И захватывай Замки земли И тебе на Разграбление Там три дня Так наверное И есть 30 тысяч Золотых Очень много Очень хорошо И 14 тысяч За контракт Замечательно Оставляем здесь Наших Кочевников Тут написали Ноу Треспасен Вот Не ходи дальше Вот не то что он там В воду шарахнется А типа Принц думал что нас Можно остановить Таким Таким Смешным Образом Вот Так 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 Ну вообще нам нужно Скачать Поскакать Наверное На нашу Родную землю Потому что у нас Кончается Таймстоп То есть таймстопа Жизни Нам нет Так не будем смотреть Не будем смотреть Вот Баргаж Хорошо Хорошо Или пока его Замочить Пока армия есть Даже не знаю Не знаю Не знаю Надо сюда будет Еще тоже Ведь вернуться Да Надо будет вернуться Да Давайте-ка Проплывем до ближайшего Замка И узнаем Как он называется Вот Так Или можно в принципе К Джану прыгнуть Да Чтобы дни не тратить Мы же помним Что здесь есть Джан Да Да Вот он Нажимаем магию Буковка Делаем Делаем Кастлгейт По-моему Это был замок На буковку Ре Да Все правильно Вот мы перенеслись Замечательную Континендию Здесь Можно Купить Обратно лодку И Если я не ошибаюсь То здесь Сейчас будет Таймстоп Вот В принципе Можно прыгать И по городкам Но К сожалению Пока как-то Не очень получается Потому что Нету заклинания Прыгать по городам Вот В основном по этому Закупаемся в прок Видите Мы закупились Другими заклинаниями Полезными И поэтому В голове В книжке Места не осталось Поэтому в прок Делаем Таймстопа На большое количество И Чего Чего дальше Наверное К королю Имеет смысл Тоже смотаться Ну Почему бы нет Да Почему бы нет И на самом деле Лидерство нам позволяет Наверное Еще эльфов вызвать Сейчас Мы здесь Давайте сделаем Еще один Таймстоп Здесь Купим Мгновенная Армия Вызовем Еще эльфов Отлично 680 Еще 10 могу А больше Не могу Ага Ну ладно Так Дорогой король Причем Король-то тоже Наверное Застыл во времени Да Хе-хе-хе Вот А мы к нему Придем Будем нанимать Всяких Давайте Всех Наймем Ух Пикименов Как много Дают Ух В общем День уже Немножко у нас Подзаканчиваются Ну как 60 тысяч Золотом В принципе Нормально Накопления Составляют 10 зарплат Да Ну Ой Не 10 6 зарплат То есть Полгода Можно жить На золотом Таком парашюте Ну неплохо И прыгаем Обратно Кстати мы не знаем Где ты находишь Нет не знаем Прыгаем обратно В замок Джан Да Буквка Джей Вот мы Попали Таким вот образом Мы сэкономили Целую неделю На переезд Давайте Эти уже Который раз Напопадаются Чуваки Мне кажется Они заслужили Свою участь Сейчас будем Бить Угу Причем Прикольно Что у эльфов Лидерство Оно такое же Как у лучников При том что Они круче Да Вот это тот случай Когда Ну у рыцарей Было наоборот Да То есть Домашние Холеные рыцари Там с наделом Там с 500 Феодальными крестьянами Они сильнее Всяких там Огров Троллей Вот У тех бедняжек Только на меховые Трусишки И хватает А здесь по другому Эльфы Своё дело знают Лучше лучников Так Едем сюда Прыг 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 К вас обскакиваем Отлично И вот Выскочили сюда Телепорт Прикупили Потому что Почему бы нет И поехали Искать нашего Баргаша Баргаш Баргаш О Золотишко Хорошо Продолжаем Продолжаем Платить за лайки В инстаграме Вот Делаем губки Уточкой Все дела Здесь чего дают Рейс контрол Буковка W Надо лучше запомнить Ну Помните Как там Очень сильно Помогли нам Как-то раз Когда эльфы были Вне контроля Мы их магией Присмирили Так Вы кто? Гномы Тролли Эльфы Хорошо Армия у нас уже Конечно заметно Сильнее Чем У наших врагов Но это не повод Расслабляться Помните Как у нас было С Канегором Мистиком Да То есть там По карте бегали Еле-еле Убегали от его рыцарей Ничего такого Смешного не было Так 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 Ну что ж Стреляем Ага Нет Тролли Подходите Бедные Маленькие Уродливые Шреки Да давайте Уже добьем Че Нет Не добьем Эх Жаль Так Ну эльфы Давайте Эльфы давно Мне кажется Тролли Не любят Так Тут давайте В закуточек Зайдем Еще Золотишечка Вы кто? Не хотим Ооо Это замечательно У нас новая карта Архипелия Ммм Замечательная Ух ты Какая улиточка А тут у нас Зомби Ну да Действительно Архипелия Видимо Будет что-то Похоже На Архипелаг Много Разных Островов Мы туда Пойдем Конечно Можно было бы Скакнуть Чачас Раздобыть Драконов Вампиров Демонов Прочих Ужасов Но Мы не Таким Кстати Баргаш Привет Баргаш Тут Конура У него Рядышком Стоит Мухтар Мухтар Нас Переносит Вот сюда То есть Это Ход Такой Секретный Лазучий Ух ты Какой Так Ух ты Интересно Город Называется Аномали Не знаю Почему Может потому что Песок рядом И Вода Не знаю Ну Баргаш Привет Послужил ты Свою Участь Так Ну Рассказываю 150 торков Это как лучники Только дешевые Очень товарищи Серьезные Ну и 7 гигантов По моему Мы как то Их уже Били разок И Первое что я Сделаю Это Жах шариком По гигантам По другому Никак Кому то Придется Подставиться И Я даже Не знаю Даже не догадываюсь Кому Давайте бьем По этим Наверное Ну и Пикейщики Как говорится Вперед Ну а Кавалерия Волков Волков Будет разгонять Вот за пикейщиками Подчищать Все бьют Это неприятно Но это Не так неприятно Как если бы Кидали лучники Вот Ну кстати Гиганты Не так сильно Бьют Ну да Мы на самом деле Этих 4 гигантов Победили еще Когда Вот Так 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 Давайте Жахнем Может быть Молнией Например По Тем же Гигантам Только одного Убили Не очень много Угу Так Ну давай Бей волков Наверное Рыцари Доходите Бабах Ух Все Гигантов Больше нет Волков Дотравим Угу Орки крепкие Ребята Если попались бы На самом деле Я бы взял Ну они сколько крепкие Сколько они очень сильно бьют Тролли Тролли Подгрызли Вечером Наших бедных Коняшек Вот Ну что ж теперь Так Давайте отойдем Чтоб тролли Потом к нам Сами пришли Угу Снимаем Отмашечку Сограф Бам И Рыцари Давайте Покажите Класс Ну кстати Что-то это Бьют как-то не сильно Могли бы и посильнее Вот Ну может быть В будущем В будущем Посмотрим Ну и бедные троллики Подходят Так Стрелу в тролля Угу Снимаем отмашку Кавалерами Вряд ли их убьют Вас-то точно Никто не убьет Отходим Давайте По троллям Ну и вот так Например Угу То есть видите Баргаш Он такой гигант Собрал себе Всех гигантов Там Рослых пацанов Видимо Кого Кто пониже Он не считает За людей Поэтому у него Там тролли Огры Гиганты Вот Ну у нас тоже Ребята Вполне себе Бравые Отлично Тык Так Ага Бабам Нет Давайте Бабам Вот Замечательно Хорошо Так Денежек очень много Все хорошо Замок Захватили Давайте подумаем Кого тут оставить Ну наверное Пикельщиков Почему бы и нет А сами Меж тем Метнемся До Дворфов Ага Таких этих Гномов Металистов Возьмем одного На пробу Так сказать Они все таки Обрадуются Вот Сейчас он покажет Себя Давай Чувак Не подведи Ха-ха Мы его оставим На хозяйстве Такие дела Да Бывает Так Чего у нас тут есть Тут проживает Ринальдус Драйбон Вот он Какой Сэр Сухая косточка Так Ну надо на него Контракт Конечно взять Вот Что про него пишут Дес лорд Да То есть Лорд смерти Как его распознать Наши ориентировки Пишут Что ну Он как бы скелет Но с короной И поэтому Вы его сразу узнаете Вот Но предполагается Видимо Что у него большое количество Разных Интересных Нежити войск Вот Поэтому мы Пока наверное Чуть-чуть поплаваем Посмотрим Как тут обстоят дела Вот Какой-то замок Например Давайте его Захватим Почему бы нет А про Ринальдуса Сейчас немножко Чуть позже Подумаем Потому что у нас Конечно есть Совершенно читерское Заклинание Уничтожить Нежить Но Не уверен Не знаю Не уверен я Что его нам Может хватить Все-таки он Самый крутой На этом континенте Форестрия А армия у нас Ну такая Средненькая Посмотрим А кавалерам Перебивают К сожалению Ножку Пикечков Тоже немножко достают Но Не страшно Так Давайте Наверное Отойдем Рыцари Сюда Эти Пусть стреляют И Копейщики Пусть Бах Хорошо Друида Убили Варвары Опять Какие-то Глыши Накидываются На полностью Обмундированного Рыцаря Ну даже Не смешно Ребята Даже Не смешно Вот Ух Махнул своим Кистенем И все Победа Победа Замечательно 8000 Оставим Ну давайте Наверное Пикечков А сами посмотрим Что еще мы не взяли О Привет Надо запомнить Это прекрасное место Тут продаются Эльфы Это хорошо Эльфы Очень сильные товарищи Я их очень люблю Поэтому Почему бы Нет Так Давайте Поскачем еще Дальше Здесь Вот так Чисто Немножко Подосвоить Как и чего У нас Происходит Давайте Наверх Поскачем Так Угу Полезности Вкусности Собираю Так Угу Кстати Горы Сильно Похожи На там Где Прятан Скипетр Но С другой Стороны Там же Еще Были У нас И По-моему Тык 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 Да Там еще Леса Были Густые В принципе Уже Можно Угадывать Но Это Наверное Не так Интересно Поэтому Давайте Будем Убивать Злодеев Этот Злодей Ну Мелкий Злодей Стоит Как Злодей А этот Стоит По-моему На месте Сокровища Значит Он сам Сокровище Вдруг Там Кто-нибудь Приятно К нам Присоединиться Ну Да Видите Как Замечательно Не зря Совершенно Не зря Взяли Зомби С маленьким Количеством Жизни Медленно Ходящих И портящих Мораль Вообще Всем Кстати Спасибо Тем Кто Закомментировал Я Посмотрел Мораль Снижает Урон В два Раза Если Она Плохая Или Повышает В два Раза Если Она Хорошая Вот Поэтому Мораль Будем Беречь И Его Сдадим Так Сдали Зомби Взяли Пикетчика Все Хорошо Давайте Тут Поплаваем По речке Удобные Речки Со всех Сторон Горки Так Тут Орки Кстати Орков Взять Было Бо Весело По Мои Сельфами Не Уживаются Так Чисто По Логике Здесь Кто Ага Артефактик Замечательный Скелетики И Ого Огры Драконы Гномы Ааа Чуть Не знаю Давайте Если Драйбона Победю Останется Победа За мной То Тогда Я На этих Драконах Сплаваю Если Не Получится То И бог С ним Потому что Драконы Реально Мерзкие Это вам Даже Кого Бил Гигантов Это Даже Не Гиганты Ну Что Вы Готовы Ринальд Драйбон Ого У него Есть Вампиры Правый Верхний Угол Зомби Скелеты Понятное Дело Призраки Большое Количество И Вот Эти Смешные Чуваки Демоны Они Не Самые Сильные По Характеристикам Ну Как Они В районе Между Вампирами Драконами Но Они Умеют Делать Отвратительную Вещь Они Умеют Кидать Ополовинить То есть Любой Наш Отряд Они Могут Ополовинить Вот Просто Сходу Вне Зависимости От Какого Как Б Количества Поэтому Даже Не Знаю Что Делать Надо Кого-то Будет Подставить Давайте Подставим Наших Кавалеристов И Постараемся Как Можно Скорее Убить Их Оп Остался Один Демон Ох 500 Скелетов Блин Вот Кого Надо Было Морозить 500 Скелетов А Ужас Какой Так Вампир Сейчас К нам К сожалению Прилетит На крыльях Ночи Ночной Кошмар Блин И Отъезд У нас Еще Немножко Пикейщиков Ну Ладно Не страшно А зато Духов Они Красиво Заперли Давайте Поспользуем Буквка Ж Тернандет Посмотрим Сколько Он Лупит Да 9 Вампиров Как С куста Это Хорошо Подождем Наверное Подождем Эльфы Давайте Стреляйте По Скелетикам Давайте Наверное Сним Отмашку Увы Подставляем Кавалеристов Снимаем Ну вот 200 скелетов И прошло Честно говоря Сильные Конечно Ребята Ну и Демонов Тоже Надо бы Как-то Нам Убивать Убивать Так Призраки Почему-то Боятся Давайте Стрелять По демонам Бах Не Получилось Давайте Кидаться Дальше Тернандедами Демоны Это К сожалению Не Андеды То есть Не живые Мертвецы Поэтому На них Аааа Вот Про то Что я говорил Один Один Демон Убил 14 Кавалеров Вот Просто Вот Взял И убил Кошмарище Нам бы Таких Ну ничего Я верю Когда-нибудь Когда-нибудь Мы их Тоже Соберем Так 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 Ну да То есть Битва Получилась Такая Достаточно Неприятная Я бы Сказал Да То есть У нас Ну Полностью Мы потеряли Копейщиков Да Вон Кавалерия Тоже С ней Все Плохо Чего Будем Делать Давайте Не знаю Еще Умолнии Кинем Вон По гостям Хорошо Ну Гости По-английски Конечно Гоус Так Это Привидение Вот Добивать Привидений По зомби Зомби Они как скелеты Только Более Такие Массивные Менее Мобильные Но Чуть Покрепче Глаз Красными Глазками Лениво Отмахиваемся От зомби Не Даем Оторжаться Призракам Да И Вроде Все Замок Я думаю Взят Эх Следи Спилеты Блин Выбили Нашего Рыцаря Ну Не страшно Так 3800 250 Разучился Считать Я как-то Сразу Давайте Сплаваем Наверное За За Дворфом У нас Будет Большое Количество Замков Где Будут Править Эти Маленькие Замечательные Существа Вот На первой У нас Карте Правили Везде Крестьяне Тут Будут Дворфы Ну И Как Обещал Наверное Надо Сходить На Драконов Да Запишусь Даже Трусливенько Потому Что Всякое Может Случиться Так 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 Кстати Надо Посмотреть Да Огры Драконы Гномы Поехали Два Дракона Вот Так Вот Они Замечательно Выглядят И Я Предлагаю Отдать У нас Съедение Нет Не Девственницу Здесь Таких Нет А А Рыцарей Вот Их Не то чтобы Не жалко Но Пусть Будут Так Ну И Кавалерия Так Чисто На Подхват На Подхват Так Ну Не знаю Бейте Что О Как Обменялись Гиганты Своими Ударами Битва Блин Титанов То есть И дракон Не убил И рыцарь Не убил Неплохо Неплохо Это Хорошо Так Продолжаем Пододвигаться Что не увеличивает Урон Абсолютно И Стрелять Но Понимаете В упор В дракона Это Как бы Ни за какие Деньги Не купишь Только В сингапурском Зоопарке Так Ну Вот Один дракон Уже И Потерян Для Общества Бьем Еще Кавалерия Да Я тут Это Так Вот Испугалась Продолжает Потихоньку Рыцаря Убивать И Да Эльфы Красавцы Молодцы За Один Только Эту Битву Нам Дали Вот 7250 Золотов Это Считаю Чудесно И Прекрасно О Денюшки Что еще Где-то Тут Что-то Не Изведал Да Нет Вроде Так Более Менее Ну Карта В принципе Ну Так Примерно Изведана Мне кажется Нормально Ну И мы Не потратили Ни одного Хода То есть Постоянно Бегали В Таймстопе Это Считаю Хорошо Так Этот Замок Плохой Для того Чтобы У него Вернуться Ничего Тут Не Поделаешь Потому Что Рядом С Лодку Нанять Поэтому Даже Не знаю Ну Придется Наверное Опять В Джан Прыгать На Через него Бежать Ну Ладно Так Ну Наверное Самое Время Отправиться На Следующий Замечательный Наш Континент Воины Все Готовы Поехали На Архипелию Неделя Арчеров Ну Которые Лучники Которых Мы берем В нашем Родном Замке Ну Ладно Платит Нам 11 тысяч А армия У нас 6250 Баланс 174 тысячи Мы прям Завидная Невеста Вот Взяли Мы Следующего Товарища Называется Ракфейс Вот То есть Такой Вот он Скелетик Но С признаками Былого Скажем так Могущества Что про него пишут Ну Вот Очевидно Он Живой Мертвец Дальше Идет Там Неприятное Описание Какой-то Он весь Немножко Разлагающийся Ну И Уже Серьезный Пацан Вел Как бы Боевые Действия Против Короны На Континенте Сахария Замечательно Так Таймстоп Продолжаем Делать И Собирать Приятные Штучки Кто же Будет у нас На Архипелии В качестве Наших Врагов Кто же Кто же Драконы Тролли Орки Ну а Выглядят Как Малахольные Скелетики Да Не очень Конечно Интересно Ну Давайте Так Поплаваем Пособираем Всяких Приятных Штук Вампиры Эльфы Тролли То есть Видимо Это нормально Тут живет Аурик Белокожий Вот Видимо Глава Нацистского Братства Проживает Но мы К нему Конечно Вернемся Сначала Просто Исследуем Чо кого А Ну естественно Я забыл Посмотреть Какое Это О Кто-то Из вас Ко мне Присоединится Это Хорошо Так Давайте Запишемся Ну и Давайте Делаем Небольшой Перерыв Впереди Еще Много Интересного В этой Замечательной Игре Большое Спасибо Что Посмотрели До Конца Огромная Благодарность Тем Кто Поддерживает Канал И до Скорой Встречи